Из морока проглянуло солнышко, тусклые воды молтат и омыло, вспыхнули летучими барашками, и будто весь мир преобразился, стал просторным, вместительным. «Слава тебе, Господи!» — воскликнул Прокопий Веденеевич. «Знать, с Ильи повернет на ведра!» И ржица поспела, и сенцо еще не убрано, хоть бы погоде постояло. «Опамятуйся, Прокопий, крестить надо!» — напомнила Степанина Григорьевна. Затянули торжественный псалом. «Да благословит Господь Бог черь свою!» — Прокопий Веденеевич окунул Миланью в воду с головой. Ее холщовая рубаха вздулась пузырем и прилипла на плечах, оголив тело. Филя разинул рот. Степанина Григорьевна поспешно одернула рубаху. «Чиста ли черь твоя, Господи?» — спросил Прокопий Веденеевич, кидая венок на воду сожжения натрия от себя по течению молтата. Венок подхватила кипящая сувать в устье и понесла к противоположному берегу. «Плывет, плывет!» — заорал Филя. «Погоди уже!» — предостерег Прокопий Веденеевич, наблюдая за движениями венка. Продрогшая, озявшая Миланья, не попадая зубом на зуб, неловко ступая босыми ногами по камням, вышла на бережок. Мокрая рубаха обтянула ее худенькое тело. Мордастый Филя стоял рядом, но не догадался подать Миланью хотя бы шаль, чтобы укрыть плечи. «Какого он лешего кружиться?» — пробурчал Филя, наблюдая, как венок выписывал петли в глубоком улове, куда его занесло сбойное течение. Пихнуть бы его, молчай, срамник, урезонил отец. Судьба Миланья решается, а у те на языке святотатство. Ухватившись пальцами за медный нательный крестик на черной тесемочке, Миланья тоже следила за движениями венка с тайным страхом и какой-то еще неосознанной смутной надеждою. Если венок утонет, быть ей невестою до следующего Ильина дня. Ну а если выбьется на стрежень и уплывет по мылу, тогда конец девичеству страхота. Боязно глянуть на здоровяка Филю. Морда у него пунцовая, щекастая, шея толстая, бычья, глаза синее неба и до того похотливые, щупающие, что от одной встречи с ними ныло сердце. Не о таком муже втайне помышляла Миланья. Ей бы выйти за Егоршу Вавилова, да опередила старшая сестра Аксинья. Повезло сестричке. Егорша ласково и обходительная, и сколько раз заглядывалась на Егоршу Миланья, тайно помышляя о таком же муже. А вышло не так, как думалось, и все из-за тяти. Ему бы поскорее вытолкнуть дочерей из дома. Господи, помилуй, гаркнул Прокопий Веденеевич. Глянула Миланья на всхлипывающие воды Малтата. От венка, обремененного цветами и диким хмелем, только одна тополевая ветка с хмелевую пуговкой трепыхалась над водою. Молча окаменела Филе наблюдал за тонущим венком, то сжимая кулаки от злости, то разжимая. Если бы мог, он бы прыгнул в праздничных сапогах в воду и швырнул бы венок как можно дальше. Знать-то утонет веночек, вздохнула Степанида Григорьевна. Утоп уже, ряхнул Прокопий Веденеевич. Нацепляли на венок беремя цветов до хмеля, поневоле утонет. Молчай, Грю. Че молчать-то? Из-за какого-то венка на пастяка я. На деревне, окромя нас, никто топерчев, тополевый толк не верует. Дядь Маркелый тот перестал. Правду сказывала бабка Ефимия, что вера тополева и самая неправедная. Ах ты поганец! Коршуном налетел на него отец, но Филя отскочил в сторону и нырнул за кус черемухи. На воде плавали два или три тополевых листика, все остальное под водою. Видела Миланя, утонул венок там. Не тошла от тебя нечисть дырников. Молись топерча, каждодневно родей, сподобишься может. Поживи невесту еще год, телом и духом окрепнешь. Все не убыток, а прибыток. А ты, Филя, смотряй. Чуть что замечу, худо будет. Вытарю из дома, в одних подштанниках, да еще и по шее надаю. Филя ворчал, сопел, был крайне обиженный отцом, а более всего, как он сам воочию убедился, неправедной верой в проклятый тополь. Ходи вот возле невесты, второй год, как кобель, возле замкнутого амбара. Настали дни тягучие, как застывшая смола. Филя день и ночь пропадал на пашне. На Миланю глаз не подымал, пропадит и пропадом окаянное, думал он, только и знает молитвы читать, да лоб корестить. Миланя ходила по дому, как безгласная тень. Не дом, тюрьма постылась, хоть бежать бы от срама, но куда бежать. И так, после того, как венок утонул, на Миланю в деревне глядели, как на порченую. Старухи носились из дома в дом и чернили ее почем зря, и будто хворая она, и в дом Боровиковых заявилась без девственности, и что сам Боровиков держит ее у себя из милости. В один из звонких, холодных дней, когда березы, отряхнув летние наряды, отливают черню верхушек, и в лесу от обильного листопада вся земля залита желтым и багряным, Прокопий Веденеевич собрал Филю на заработке в Красноярский из кит раскольников. Приезжали из кита люди, обещали раскольникам всех толков и согласий хорошей заработок. Строили что-то там, лес надо было заготовить по реке Мани. Вот и собрался Филя за сотни верст от дома. К следующему Ильину дню должен был вернуться. До Минусинска Филя ехал с отцом в Тарантасе. Отец всю дорогу жужжал в ухо Фили, чтобы он держал себя осторожно среди скитских раскольников, и что земля полна соблазнами, грехопадениями. Не ровен час, оступишься и поминай, как звали Филюшу. На дьяволовом пароходе будешь плыть, да скита гляди, чтоб не пристала к тебе мирская грязь. Люди во грехе погрязли, якосвиньи в навозе, вонь от них, как от рыбы протухшей. Взойдешь на пароход, молитву читай, и всю дорогу твори молитвы. Филя помалкивал, надоели ему проповеди, тятеньки, вечно одно и то же. Оторвался от тятеньки, полетел к пароходу, что твой жеребчик в припрыжку. Бороденка рыжая, кудрявая, зад отпяченный, что у бабы. И каково же было удивление Филе, когда он, растопырив руки по трапу, поднялся на борт двухтрубового парохода Святой Николай. Громадище, огнем дышит, из двух ноздрей труб дымища черной валит. Филя забился между поленницами сосновых дров в корме парохода и так ехал вниз по Енисею до скита, выглядывая в мир полный странных звуков и непонятностей. Будто ехали на пароходе такие же люди, как и он, да по-другому вели себя. Походил бы, не крестили, мужчины бритащеки, нарядно одетые, пахучие, не говоря о женщинах в грачанках, и в шляпках, и в красивых платьях, и что самое удивительное, встречались простоволосые. Ходили по пароходу с непокрытыми головами, улыбались, веселились, и никакая холера с ними не приключалась. Темень в глухомане у нас одна чаистая темень, впервые шелохнулась у Фили собственная мыслишка. В душе у него как будто что-то треснуло и распалось на две половинки. Одна, темнущая, раскольничая, полная страха в господних угнетала, давила каменной тяжестью, другая, полная непонятности, манила к себе, соблазняла, и Филя как-то хотел постичь ее уразуметь. В скиту Филя лес валил по мане на пару с тощим монахом. От него набрался слухов о тайных скитской жизни. И как монахи в прелюбодеянии погрязли, и как мясо жрут в Великий пост, и что верить человеку надо только в самого себя, не уповая на Бога. Про фальшивки слыхал, спросил как-то Филю монах. Откуда знать Филе о каких-то фальшивках? Эх ты, тьма тьмущая! И монах рассказал, как в скиту когда-то печатались фальшивые катеринки, и что многих арестовали и определили в Александровский централ. С весны до середины лета Филя работал на сплаве заготовленного леса. Мана не река, а водоворот ревучий. Филя чуть не утонул, да спасла чернобровая молодушка Харитинья, солдатка из деревни Ашаровой. Тоже из раскольниц, но иного толка — белокреничница. Приголубила Филю солдатка-белокреничница, пожаловалась ему на скудное житье в деревне, и Филя, сам того не ведая, как опьянела от бабьей ласки. Ах ты, младенчик мой! Пела ему Харитинья, и у Фили кружилась голова. Когда Филя поведал солдатке о своей незадачливой женитьбе, Харитинья, хватаясь за бока, заливалась на всю тайгу звонким смехом. Вот невидаль-то, вот невидаль-то! Да что же это такое-то, полевца, а! и хохотала, сверкая оскалом белосахарных зубов. Этот заразительный смех солдат и окончательно доконал смирягу Филю. Как только тятеньку бог приберет, надумал Филя, так под корень срублю каторжанский тополь срамота одна, а неверование. С тем и вернулся домой в разгар сенокоса. Раздобрел парень, еще шире раздался в плечах. А Миланья меж тем. На тень похожей стала, щеки у нее ввалились, нос заострился, карие глаза под черными ресницами потускнели, и шея совсем тоненькая. Ишь ты, какая стала, посочувствовал Филя. Не я ли толковал и сохнешь, вот и вышло на мое. Но топерича недолго ждать, скоро желание сполнится. Как бы, между прочим, сообщил, что в скиту, хоть он и мужской, запросто живут монашки пришлые, и нет там никаких дурацких родений. Простор на всю душу. Я бы навсегда остался там, кабнехозяйство, хвастался Филя. Миланья невольно потянулась к жениху, надо же, куда-то прислонить одинокую головушку. А Филя хрохорился. Он и то повидал, и это, и так живут раскольники, и это, и постов не блюдут. Грех-то грех какой, содрогалась Миланья. Никакого греха нет. Все наши грехи, одна дурацкая сказка, поучал Филя. Только, тятеньки, ничего не сказывай. От первого же поцелуя Фили у Миланья подкосились колени, еле устояла на ногах. Что будет-то, что будет-то, стонала Миланья. Ничего не будет, молчи и все. А как перед Богородицей поставят? И тогда ничего не говори. Я сам видел, как в скиту рисовали Богородиц на деревянных дощечках. Никакой святости. Сам Богомаз постов не блюдет. И ничего. На неделе Миланья с Филей гребли сено по суходолью. День выдался истомно-жаркий, прозрачный. Безумолчно трещали кузнечики, сверкая в лучах солнца оранжево-сыяющими крылышками. Фили потянулся к Миланье, дотронулся до ее упруга девичьей маленькой груди. И жарко, дыша в лицо, поднял на руки и унес в затенье к реке в густую зарость дикотравья. И долго потом сидела Миланья под развесистым кустом ивняка не в силах унять слезы. С ужасом ждала Прокопия Веденеича. Верила, глянет на нее свекор и все узнает. Вот бы тебе в скиту побывать не утерпел Филя. Поглядела бы на людей, не точила бы зря слезы. А как венок утопнет? Поменьше цветов навязывайте до хмеля. Не утопнет тогда. Может, и заметил, какую перемену в Милане Прокопий Веденеич Давиду не подал. Женить бы Филя, и без того вышла затяжная. В Ильин день, еще до того, как небо отбелило предутреннюю зорюшку, Миланья по наказу Фили собственноручно сплела себе венок. Ветки обламывала, какие потолще, и листа на них поменьше, а хмелевые бутоны вплела подсохшие, снятые из крыши. Вместо пышных цветов понатыкала незабудок. Легкие не утопят венка. И свекор тоже постарался. Окунув невесту, положенных два раза, поспешно прочитав молитву, он так далеко швырнул венок, что тот, подхваченный мощным течением омыло, вскоре скрылся из виду. «С Богом!» — радостно возвестил Прокопий Веденеевич в белой холщовой рубахе с двумя косичками сидеющих волос, болтающихся по спине. «Милуйтесь, детки, живите и радуйтесь, да что внука заимел я через год, аминь! Аминь, аминь!» — вторила Степанида Григорьевна. А Филя что-то не возрадовался, шел тропою в зарослях Чернолесия на шаг, опередив Миланью, и думал о вольном житье, какое изведал на реке Мани. Где-то теперь солдатка Харитинья из-за шаровой, смешливая, жаркая и отчаянная. Не от нее ли Филя набрался смелости? Быть бы мне топерича утопленником, как бы не Харитинья, думал Филя, а тут одна темень до дикарства, зачервивеешь в таком житье одначе. Филя, голос тихий, словно воркнула птица с просонья. Но венок-то уплыл, а я так боялась, так боялась. И ты бы уплыла, если кинуть тебя на самую середку омыла, не видать. По Мани реке такая же бурливость, как на Омыле и Казаре. Не то, что венок, человек утопнет в одночасье. Филя почему-то не рассказал ни отцу, ни Милане про то, как его спасла на реке Мани Харитинья белокреничница. Родитель еще заставит родеть да отбивать поклон. С покрова дня невестушка понесла. Поглядывая на ее полнеющий живот, Прокопий Веденеевич предупреждал, гляди, Миланья, девкой не разродись, потому дурак первую силу пущает на ветер девка ветрова невеста. Набожная Миланья призывала на помощь Богородицу, подолго простаивала в маленной горнице, на коленях отбивая поклоны, чтобы родить сына, и все прислушивалась, словно по толчкам плода могла определить, девчонка в ней или парень. Ежели родишь мужика, куплю тебе сатинету на сарафан, нашептывал Филя, жарко прижимаясь к женушке. Сама понимаешь, хозяйство раздуть надо, а сила где? И тято требует, знаешь какой он, вечер сказал, если, говорит, Миланья принесет девку, косы обрежем. И без того запуганная Миланья сжималась в комочек, у нее такие роскошные косы, и вдруг обрежут их, как ей жить с три жены. Как только отсеялись на пятидесятинах, Миланья совсем отяжелела, лицом осунулась, а на покос вышла, подоспела первая травушка в июльском цветении, слабели руки и ноги, а литовку косу выпустить из рук нельзя, поджимал свекор, и Миланья пятки подрежу холера. И Миланья, выбиваясь из сил, старалась добить прокос, чтобы немножко передохнуть на новом заходе. Зависть третья. Черствые ковриги хлеба, квас в лагушке, квашенина, солонина зимняя, которую никак не уваришь, а огородина еще не подошла. Миланья до того обессилела, что не рада белому свету, и тем более солнечному погожему. Хоть бы на денек-два зарядили дожди, так нет же не облачка. Бездонная струится синева, над головой зной пекла, и вечерами осточертелый, сверлящий гнус, от которого дымом не отобьешься. В полдень случилась беда. У Миланья выпала литовка из рук на середине прокоса. Следом за нею шел свекор, впереди шевелилась широченная спина Фили. Споткнувшись, Миланья присела и скорчилась. Трещали кузнечики звонко и часто. Подбежал Прокопий Веденеевич в броднях, в холщовых шароварах, с отвисающей мотней, чуть не до колена, гортанно крикнул, что ты, холера, выкомариваешь? Тошно мне, тятенька. Ишь ты, квелая какая. Знать время подошло, тятенька. Толкуй. Самое время сенцом запастись, покуда гнилой Илья дождем не прыснул. Передохнула. Филя добил свой прокос и подошел с литовкою на плече, его дело страна, пусть тятенька сам разбирается, что к чему. Пряча лицо в согнутые колени, Миланья растяжно стонала, придерживая сухонькими руками живот. Горбоносый, ускалицый, с альдистыми синими глазами свекор, грузно навалившись на черенок литовки, поглядывал на виновницу прерванной работы неприязненно-брезгливо. Полегчала Иль Крутин. Спасу нет, тятенька. Может, умру. А, мамонька. Старик остервенело плюнул и отвернулся, уставившись на мглист обогряный круг солнца. А, мамонька, заливалась Миланья, глаза ее дико и страшно метались из стороны в сторону. Тятя, опомнился Филя, ну, да худо Миланья-то, худо, а ты думаешь, как родю? И, подпрутив в пальцах мокрую от пота косичку сидеющих волос, закинул ее за спину, дополнил. Хорошей бабе родить, раз плюнуть, от натуры все происходит. Придерживая руками живот, тыкаясь головою в землю, Миланья поползла к телеге. Тяжелые темнорусые косы выбились из-под цветастого платка и тащились по зеленой щетине, словно змей. Невдалеке, за развесистыми кустами ивняка, ворковал мелководный молтат, рябью переливаясь по камням. Тучую накинулась на Миланью комарье, в кровь искусывая лицо и шею. Она не чувствовала укусов, ей бы хоть один глоток воды пересохло во рту и давит-давит в бедрах, а рядом ни души. Мамонька! Старик подождал еще некоторое время, не утихнет ли Миланья, а потом махнул рукой. Вези ее домой, там старуха справится, я к ночи один добью угол. Травостой-то люба малина и показал рукой на излучину молтата, где по пояс человеку цветущая разнотравья источала медовый аромат. До поздней ночи старик добивал угол, изредка останавливаясь, чтобы направить оселком съеденную в работе чуть не до обуха литовку. Крутой солью пропиталась холщовая рубаха, с длиннющей сивой бороды из двух косичек капелью стекал едкий пот, а старик все косил-косил. Кослявый, жилистый, высокий, неласковый на слово, не ведавший ни любви, ни жалости к ближним. Сызмало привык он к такой вот работе, когда от собственной соли расползаются рубахи, а на ладонях нарастают сухие мозоли в палец толщиной, что конские копыта. Земли-то, земли сколько, о, Господи, благослови, подбадривал он себя, заглядываясь на девственные просторы, эх, кабы силушку! А золотиться можно, якри ее! Хватал люто по волчьей, тянул по медвежьей, а все никак не мог разбогатеть. Эх, подрезал мне крылья Тимка, сокрушался старик, поминая недобрым словом беглого сына. Кабы не обрубил тополь, до сей поры ходили бы в дом единоверцы с приношениями, все не убыток, а прибыток. А Филя что? Ни хватки, ни лютости. Умри я, так и останется со своей Миланей середка на половине, ни туда, ни сюда. Вдымать надо, эх, кабы мужика родила. Ночь выдалась звездная, тихая и стомная. Шел Прокопий Веденеевич в деревню, и вдруг напала на него смутность. Так ли он живет, как должно? Не раз слышал он от покойного батюшки Веденея Лукича, каким был праведником Филарет Боровиков, Пугачевец. С Емелькой Пугачем Казань брал, царевых слуг казнил. До царя добирался, чтоб на дыбу вздернуть. А вот проправнук Прокопий платит, вот эти царские, бывает на сходках и не помышляет ни о каком бунте. Может, люди другими стали, или как? Мельчает народишка, размышлял Прокопий Веденеевич, где уж нам до Филарета? Духом обнищали, телом отощали. Разве Миланья родит такого богатыря, каким был Филарет Боровиков? Эх, хе-хе, порода не та, сокрушался старик. У Паскотины присел отдохнуть, невдалеке, на пригорке, в березовой рощице, изба бабки Ефимии, в окнах виднеется огонек, не спит старуха. Подумать только, дважды пережила бабий век, а все еще без костыля ходит. И с Филаретом шла в Сибирь с поморья, и она Фиме предана, как еретичка и ведьма, а черная смерть будто отступилась от нее, хоть бы не повстречать ведьму на дороге, кого-кого. А Ефимий Прокопий Веденеевич побаивается не менее господа бога. Дурной глаз у старухи, чего доброго, сглазит или хомут наденет. Может, и вправду старуха с нечистым дружбу водит. Сказывают с измола, в греховодстве погрязло. Дома старика встретил все тот же истошный вопль Мелании. Филя, прикорнув на табуретке возле порога, отвалив рыжую голову, накрашенную стену, храпел на всю избу. В переднем углу лики святых угодников, чадящая лампада с деревянным маслом, горящие восковые свечечки. На столе, накрытым холстяной скатертью, сотканной руками Мелании, для каждого домочадца обливная кружка. Если понадобится воды испить, бери свою кружку. За обедом каждый, как и водится у старобрядцев, пользуется своей посудой, к чужой не притрагивается грех осквернения. Для пришлого на кухонном столике стоит срамной берестяной туис с водой и такая же срамная кружка. Если хозяйка набирает в срамной туис воды, то после должна чисто вымыть руки и отбить положенное количество поклонов, иначе сама срамится, опаскудится. Строгость в доме лютая, женщина не смеет сесть, обедать рядом с мужчиной. Первый мыться в бане, выйти из дома раньше мужчины, первым должен подняться хозяин, сотворить службу. Если муж захворал, жена должна творить все ночные молитвы. Не сметь пить молоко, сбивать масло, ходить в светлом платке, не говоря уж о скоромной пище. Хлеб и вода, сухарики, вот и вся снедь для жены, коль мужик прихворнул. Упаси бог, если жена вернется домой поздним вечером с улицы. За такое святотатство родить будет неделю. Шаркая пятками бродней, Прокопий Веденеевич прошел в куть, зачеркнул медным ковшиком из катки попел, жадно глотая степлившуюся воду. По сивой бороде скатились на пасконную рубаху крупные капли. Из большой горницы из нее вытягивали жилы. Борода Фили торчала вверх золотой лопатой, экий, нутряной. Ни печалюшки, ни беспокойства подумал Прокопий Веденеевич, но не стал будить сына. Проку не будет, если и разбудешь. Не в меня удался Халерский. Всю Степанидину стать перенял, ленивица мокропятая. И, пхнув лохматого серого кота, опустился на колени, долго молился, чтобы Господь помог разродиться невестушке. Дщерь твоя, Господи, в мучении пребывает от дня сего до настигшей ночи, то воссодействуй, помоги рабе Милане, яви твари Господней, и чтоб родился люд мужского пола. Воспою тебе хвалу великую, Господи, за внука, якороба Божьего, аминь. Кряхтя, ухватившись за поясницу, старик поднялся с колена еще раз, осенив себя крестом, прошел в жилую горницу. А, матушки, билась из стены в стену. На маленном столике восковая свеча, полумрак, духота и вонь. У трех окон, закрытых на глухие ставни, мечутся две уродливые тени. По горнице согнувшись, ходит бабка-поветуха-бандрузиха, вся в черном, словно пришла на похороны, и сама черная, крючконосая, с оттянутым вниз подбородком. Степанида Григорьевна, телесная, разморенная в жаркой горнице, то держит Миланью на кровати, то лениво крестится. Едва вошел Прокопий Веденец, Степанида поспешно накрыла Миланью толстым лоскутным одеялом, чтобы мужчина не увидел мучающуюся женщину. Тяжкий грех будет. Милане дыхнуть нечем. А тут еще накрыли с головой кудельной плотностью. Она что-то кричит и сбивает одеяло руками. Из-под одеяла выглядывают черные ступни маленьких ног. Скоро будет. Как бог даст, бухнула мандрузиха. Больно мучится сердешная. Ежели парня родит, крестить в маленной горнице. Филаретом назовем. Каким был праведник, прародитель мой. Аминь. Аминь. В два голоса ответил полумрак. Ежели девчонка, крестите тут. На глаза не кажите. Аминь. 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 Старик пошел в свою маленную и, открыв там окошко в пойму, долго смотрел на углисто-черные сучья топали с черными, будто чугунными листьями. Экая чернота, крест и морок. К погоде бы только. Управиться бы с сеном, а там и житься подоспеет. Жизнь свершает свой круг. От филаретого корня произошел ларивон, а после лука. А потом мой батюшка введеней покойничек. От меня Гаврила, Филя и Тимоха. Господи, какой смышленый был отрок. С крестом народился, чтоб духовником и после меня быть. А вот замутила нечистая сила Катаржанина Зыряна. Совратили парнишку и не стало сыном ово благостного. Вспомнив пропащего сына, старик почувствовал, как ему стало нехорошо. Сердце защемило, будто кто его сжал тяжелой лапой. Девчонок бог прибрал. И то, к чему пустопорожнее посудины. Ни корысти в них, ни добра, чужие фамилии. Нам бы корень укрепить. Корень Боровиковых оказался неплодовитым. Изморили себя постами, родениями, строгостью. У Веденея Лукича было три сына и две дочери. Старший сын подался в хлебородный Семипалатинский уезд. Дочери ушли в другие деревни замуж, и ни одна не понаведалась к брату Прокопию Веденеевичу. Потому к срамной церкви примкнули. Трудно Прокопию Веденеевичу держать Филаретову крепость. И вот Филя, удержит ли, не рухнет ли со смертью Прокопия вся старая вера, какую вынес Филарет с поморья. Да чего ж народишко греховодный, переметнулся на новую думу старик. В раке. Который раз слушаю, и хоть бы какая холера пискнула. И вдруг совершенно явственно «Спасите!» Старик откачнулся от окна. Свят, свят, изыди, нечистая сила. «Спасите, матушка!» Старик облегченно перевел дух. А мне-то поблазнилось, «Осподи, это же Миланя исходит! Помоги ей, Марфа, великомученица!» Закрыл створку окна, зашег лампаду под иконой Пантелеимона и встал на молитву. Еще только начала отбеливать реденькой голубенью, а за окном сучья тополя из черных превратились в лиловые. В Маленную вошла Степанида Григорьевна. Молча переглянулись супруги и, как по уговору, перекрестились, вздохнули. Миланя-то вся извелась, мечется, а потом вовсе замирает и ноги холодеют. На грудях положбини холодный пот пошел. Постель под ней хоть выжми. И как нетельно, а тут и вовсе доходит. Ноздри старика сузились. Не он ли толковал, чтобы Филя не зарился на валявинскую красотку? Вот и пользуйтесь. Не баба, худая немочь вороба. Что вырашить-то минувшее? Бабка Мандрузиха ушла, глядеть не может. Говорит, пошлите за бабкой Ефимии Вакумовной. Она такие же роды принимала у сестры Миланиной Аксине Романовной. Послать надо бы, опамятуйся, за ведьмой слать. Мало она чернила наш толк, дом наш. Сколько раз говорил мне покойничек батюшка, чтобы нога Ефимии через порог не переступала, не порушу батюшкину заповедь. Как помрет тогда как? Все от Бога и смерти рождения. Гляди, Прокопий, на тебе грех будет. По всей деревне слух пойдет, если никого не пригласим на помощь. Старик недовольно хмыкнул и вдруг представил Миланью мертвую, накрытую до рук, отбеленным холстом, лежащую вдоль лавки в трассном углу, с мерцающей свечою в сложенных руках с ребенком в очреве и содрогнулся. Мертвому телу ничем не поможешь, ребенка не спасешь, а худую молву лопатой не отгребешь. Напасть-то я, Кая, Господи. За Ефимии ведьмой слать, а у ведьмы, что ни слова, то одно еретичество. В боке разуверилась. Посутулился Прокопий Веденеевич. Филя сидел на кухонной лавке, широко расставив толстые ноги в самодельных яловых броднях, отупела тараща глаза в цело печи на пламя березовых дров. В сей момент заложи каурку в тарантаз и поезжай за ведьмой, вывернул Прокопий Веденеевич, не глянув на Филю. Да не запамятай, не назови старуху ведьмой, не поедет. Скажешь, Ефимия Вакумовна, к вашей, мол, милости, пособите моей жене Миланье, роды у ней трудные, помереть может. И шо вот что, как подойдешь к ее избе, троекратный большой крест на себя наложи и про себя молитву прочти, ступай. Над округлой сопкой татар-горы румянилось щекастое небо. Поднималось солнце, на сук тополя, виснущий с крыши, прилепилась куча ворон и подняла такой гвалт, будто учуяла мертвое тело. Филя схватил палку и размахнувшись, запустил ею в воронью сходку. Палка загремела по крыше. Вороны шумно взлетели, кружась над оградой, опустились на баню. Филя схватил круглое полено и погнался за ними. — Филин, Филин, а чтоб тебе треснуть окаянный, — орал с крыльца отец, — за воронами погоню учиняешь, а баба вот-вот богу душу отдаст, у не топыль. Филя кинулся за сытым кауркой, надел сыромятную обрать, застегнул ее на ремешок под конской челюстью, вывел к поднавесу, увенчанной ремешками с кистями и медными бляхами, заложил каурку в оглобливый и снова тарантас. — Живо мне поторапливал отец. Не ждала бабка Ефимия, что за ней пошлет сына Прокопий Боровиков. Не она ли Ефимия порушила тополевый толк? Не она ли поясняла темным староверам, что верование в тополь дикарское, не божеское, а скорее сатанинское? И вот Филя, мужик под потолок, мнет картуз перед старухой. Бабка Ефимия только что поднялась с постели и помогала безродной пожилой приживалки Варварушки, выкатать сдобное тесто, печь подоспела. Изба Ефимии, построенная по ее веленью на отшибе деревни у кладбища в березовой роще, вся пряталась в зелени, кругом щебетали птицы. В переднем углу избы приметил Филя маленькая иконка в две ладони в золотом окладе, так хорошо выписанной старым письмом, что Филя от порога разглядел Божью Матерь с младенцем. Изба заслана половиками. Справа дверь в горницу за шелковыми занавесками, еще одна дверь в боковушку подушками под потолок. На окнах узорчатые, прозрачные шторы, какие Филя видел только в скиту на окнах игумена. Люто живете, парень, теперь уж не парень. Как звать тебя, Филимон? Приметный, все ларивоновы. Отметина перехватил, тот таким же рыжим был. Ишь, какая кудрявая борода, вся из золота. Филю коробила от пристального внимания бабки Ефимии. К вашей милости, Ефимия Абакумовна. Абакумовна я. К вашей милости, топтался Филя. В тополевый толк веруешь? И опять Филю сверлят черные старушечьи глаза. Ведьмы и есть. Да, котятенька, моя воля какая, развел руками Филя. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Без воли и разумения. Тебе и свою волю иметь можно. Не заведено так-то. Знаю. Все ваше заведение от тополя до срамного туиса. Пол деревни в такой тьме пребывает. А тьмы произошли, во тьму уходят, яко не жившие и ничего не видимшие на свете. А век-то, но не другой. Ой, двадцатым прозывается. Слышал? И какой же ты темнущей и прекрасной бородей. Ай-яй-яй. Ты хоть на календарь поглядывай. Не заведено у нас. Исчисления ведем от сотворения мира. Как оно было, так оно идет. Тятенька, так и другие. Филя взмок и вытер ладошкой толстую шею от сотворения. Кто его зрил сотворения, что в лист пером врубить? Вот взгляни на листок, грамотный поди. Читаю, пишу, батюшку обучил. И про то ведаю, чтоб писание толковать по Филаретовой крепости. Ох, 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 сколь держится мертвая крепость. Ну-ну, глянь на листок, узнай, который ныне год. К вашей милости, Ефимия Авакумовна, как мучается жена моя Меланья. Пособить ей в родах помереть может. Какие-то и покачала головой бабка Ефимия. Вроде не смышленыш, а мужиком ходишь. Бабка Ефимия накинула на плечи теплую шаль с кистями и вышла с филе из избы. Послушала пение птиц с крылечкой и села в Тарантас. Маленькая, ссохшаяся старушонка, а все еще бодрая и резвая. Прокопий Веденеевич встретил бабку Ефимию, ворот низко поклонился в пояс. Не кланяйся, Прокопий. Притвор один вижу, кинула бабка Ефимия, вылезая из плетенного коробка Тарантаса. По нужде жалуешь, принимай без слов. Сама все разумею, где лежит невестка, веди. В избу и в горницу вошла без креста, и что самое ужасное, сняла шаль и темный платок, обнажив седенькие, словно присыпанные сахаром волосы. Прокопий Веденеевич отвернулся и вышел из горницы, истая еретичка, простоволосой, показалась перед мужчиной. Выбежала Степанида Григорьевна. Окно велит открыть, сообщила. Ругает. Уморили, говорит, роженицу. Без воздухов заперти. Повелела тело обнажить и помогать, значит. Руки не подымаются на якое. Подымешь, небось, зыкнул Прокопий Веденеевич. Всполняй, что она требует. Ставни пойду открою. От дома Боровиковых пастух начал собирать стадо, заревел вражок. Филя выгнал из надворья трех коров и нетель. Прокопий Веденеевич горбец сидел на приступке крыльца, думал. На крутизну неба вкатывалось солнце, как желтая дыня, пропитывая землю теплом. Ночной морок рассеялся, местами по выгнутой синеве плавали рваные хлопья барашков. Сколько бы скосили травушки в такой день, под навесом Филя отбивал литовки. У трех скворешин гомозились сизые скворцы. Ограду бы надо вымостить торцом и переменить прогнившую крышу на бане. Еще вот конюшню надо построить для рысаков. В прошлогоднюю ярмарку Прокопий Веденеевич купил в Минусинске пару двухлеток рысаков Юсковского конезавода. Гнедой и чалой для ямчины залетные птицы. Нынче зимой Прокопий Веденеевич возьмется гонять ямчину от казачьего каратуза в Минусинске обратно. Он мужик в доброй силе, хоть сейчас к молодушке, кого не строгость веры. Степанидушка вышла с подвохом, пятерых народила, двух девчонок похоронила и отошла в старость, хоть бы еще одного сына. Думы лились, как вода по камням, прозрачный и бегучий. Щедро припекало солнце, на крыльцо сунулась Степанида, заслонив собою проем двери. Экая тельная скосил глаза Прокопий Веденеевич, будто впервые увидел супругу. Разбухтела, а не плода, не проворство, от года в году все толще и толще, а казе. Миловал, хоть не померла и то, ладно. Степанида одернула на груди холщовую кофту, украшенную в коре богульника. Кого Бог дал? Внучкой тебе будет. А чтоб вас подскочил Прокопий Веденеевич, если б мог, выругался бы крутым словом. Нельзя. Отродясь в доме Боровиковых неслыхано срамного слова, не пролита капля царевой водки, не притемнен потолок табачным дымом. Бабка Ефимия советует, чтобы имя нарекли Божьей Матери Марии назвали. Хоть как, нареките, одна статья пустошь. Филюха, эй, слышь, закладывай буланку, на покос поедем. Погоди уже, бабка Ефимия зовет тебя в избу. Прокопий Веденеевич буркнул что-то себе под нос, пошел в избу. Первое, что услышал, сверлящий писк из-за дверей горницы, истый сверчок верещит. Сел на лавку, поджидая Ефимию. Степанида Григорьевна прошла в горницу. Знал старик, напустится на него проклятущее Ефимие за невестку. Что поделаешь, придется слушать и моргать глазами. Строгая, вся в черном, бабка Ефимия уставилась на старика таким липучим взглядом, что у него морозец прошел за плечами. Ты прокопий крест носишь? Эх, Господи, помилуй. Покажи. Да вот он, мой крест. Поблазнилась вам или как, Ефимия Авакумовна? Заморил ты невестку. Едва от смерти выходила. Отжаливай из нее силушку, как масло из конопляного семени. Жмых один остался, кожа до кости. Всю грудь в ладонь собрать. Крест носишь, а живешь-то как? От своего тела кусок не отхватишь и к чужому телу не приставишь. Ефимия Авакумовна, такая она есть худющая. Два года жила у нас в доме невестою, а тело так и не набрала. Чья в том вина? В избу явился Филя. Урядник идет к нам, тятенька, с чужим человеком. Анафима. Широко распахнулась дверь, и через порог перевалился упитанный приземистый Игнатий Елизарович Юсков. Урядник в форменном мундире и троекратно перекрестился на иконы двумя перстами. Следом за ним парень из городских плечистый, высокий, в кипченке, в легком пальто, в ботинках и с ящиком в руке. Кепку не снял и лба не перекрестил. Замер у порога, тревожно оглядываясь на Прокопия Веденеича и на бабку Ефимию, которая присела на красную лавку возле стола. Урядник Юсков покрутил стрельчатые усики и выпятил грудь, утыканную медными пуговицами. «По казенной надобности беспокою вас, Прокопий Веденеич», загремел бас урядника. «Вот, кивок на молодого человека. По предписанию свыше жить, значится, будет у вас в доме сицилист и безбожник. Под вашим надзором проживать будет пять лет, исчисляя с того дня, когда был подвергнут аресту и тюремному заключению». Глаза Прокопия Веденеича, отливающие синевою перекаленной стали, свирепо возрились на безбожника парня в городчанской одежде и на урядника. «Такого паскудства не будет, Грю. Поставьте своего безбожника к поселенцам, аль к медведям спровадьте. Под ваш надзор указано, хитро накручивал усики мордастый урядник, переступить указание свыше не в моей власти». «Не будет того, Грю», загремел Прокопий Веденеич, поднимаясь с лавки. «Мой дом не для безбожества, Грю». В разговор встрял молодой человек. «Нет такого предписания, господин урядник, чтобы я жил именно в этом доме. По приговору суда я должен отбывать ссылку по месту рождения». «Под надзором родителей сказано, пророкотал бы осурядника». «В приговоре сказано, до совершеннолетия отбывать ссылку под надзором родителей, а мне исполнилось 19 лет, могу отбывать ссылку в любом доме». «До получения разъяснения из губернского жандармского управления вы будете под родительским надзором, упреждаю». «Под родительским надзором». У Прокопия Веденеича еще более округлились глаза. «Кажется, есть что-то знакомое в обличности городского парня. Взгляд из-под бровей, чуть горбатищийся нос, светло-русые, вьющиеся на висках стриженные волосы, боровиковская стать и размах плеч и даже окалина синих глаз. «Признаете или нет?» кивнул урядник, уставившись чугунным взглядом. У Прокопия Веденеича захолонуло внутри, и слова на язык не легли, а немел. Из горницы на разговор вышла Степанида Григорьевна. «Может, Степанида Григорьевна признает?» Степанида Григорьевна подошла ближе, пригляделась и попятилась, свят-свят, поблазнилась будто лицом-то Тима. Молчание. Три пары глаз щупают друг друга. «Такое бывает у сицилистов», пояснил урядник, «они ведь на все идут, на подвох, подлог и на воровство чужих фамилий. Чтоб следы замести, и такое происходит, этот сицилист назвался Тимофеем Прокопичем Боровиковым, а может, липа, а? Глядите взыскательно, потому дело щекотливое». Тимофеем Прокопий Веденеич свирепо уставился в лицо городского парня. И вдруг, не помня себя, Степанида Григорьевна кинулась к парню, «Тимошенька, мама!» Одно слово, и Степанида Григорьевна как подкошенная упала на грудь парня. Тот прижался к ней, врядник отошел в сторону. «Тимошенька, родной мой, что с тобой поделалось, родненький? Из родительского дома бежал, Тимошенька!» Прокопий Веденеич хмыкнул и сел на лавку, Филя усиленно моргал глазами, переступаясь ноги на ногу. Бабка Ефимия что-то шептала про себя, машинально гладя ладонью скатерку. «Признали?» «Принимайте тогда, как положено. Распишитесь в документе». «Погоди уже с документом. Отколе он? Поясни. Из Красноярской тюрьмы прибыл по этапу на отбытие ссылки, как политический преступник, был арестован за участие в стачке мастеровых депо». «Это как политический?» «В подрывном понятии. Собираются, значит, как бандиты по подпольям и учиняют потом всякую пакость. Народ мутят. Помышления имеют свергнуть государя-самодержца и самим царствовать. А того не разумеют, что они есть тля. Мокрость на сухом месте. В Бога не веруют, лба не крестят, с чертями заодно. И все молокососы. Матери на молоко на губах не обсохло, а они лезут, как тараканы в щели поганы. В такую политику ударился ваш сын. Работал в депо кузнецом, жалование имел. Чего б еще? Золото на ладонь падало, а он кинулся за медиками к подпольщикам. Прокопий Веденеевич накручивал на палец прядь сивой бороды. Эван, какая оказия! На моей памяти зародилась поганая политика, выжил суврядник. А сейчас что видим? В одной белой елане девятеро отбывают политическую ссылку, не считая вашего сына. Он десятым будет. Никто не обратил внимания на Ефимию. Слава тебе, Господи! Раздался голос старухи. Прокопий Веденеевич оглянулся на нее. Возрадуйся, Прокопий, возрадуйся! Я ко тьму прозревший! Гляди, гляди, праведник пред тобою! И показала напарня. Макеюшку вижу, Макея. В другом обличье, в молодой силе, возрадуйся! И ты, Игнашенька, погань, не человек! Отторгла я тебя от сердца, хоть мы из одной фамилии. Сытый, екий, упитанный, о чьим добром напитался. Крохами с царского стола набил брюха, и глазами в землю смотришь. Живешь, как бросовое тело, с тем отойдешь на тот свет. И не сам, не сам отойдешь. Снесут тебе голову вместе с сатанинской кокардою. И помянуть некому будет. Не раз говорила тебе про то, и еще толкую. Гибель у тебя за плечами. Озрись. Урядникова морда налилась, как свекольным соком. Подойди ко мне, парень, подойди, и позвала Ефимия. Погоди уже, Ефимия Вакумовна, поднялся Прокопий Веденеевич. Как он есть сын мой, мне и разговор вести допрежь. Отцепись, Степанида. Пойди к Милане в горницу, ступай. А ты, Филя, сей момент отвези Ефимию Вакумовну. Благодарствуем за помощь, Ефимия Вакумовна. А за другое что, ежели выходит не по вашему небе, суки, мне через родительскую крепость не переступать, скажу. Урядник одобрительно гудел себе под нос. Степанида Григорьевна ушла в горницу, Филя запрягать каурку. Может, на солнышке погреетесь, Ефимия Вакумовна, день, но не разгулялся. А ты меня не гони, осерчала она и сама подошла к Тимофею. Макея вижу, Макея. Не тебя, Прокопий. Ты как? Межеумок прополз по жизни. Батюшка твой, веденей межеумком полз по дням текучим до сонным. А вот у парня, гляжу, другая линия, как тебя звать? Тимофеем, бабушка? Ишь. Не торопкий голос, вразумительный. Не робеешь? Парень спокойно пожал плечами. Не робей. Была и я такова в твоем возрасте и себя, как тебя вижу. Искала веру-правду во всем поморье. Держись крепко своей веры-правды. Гнать будут, терпи, бить будут, не плачь. Потому свет не сразу пробиет ночь. Не веруешь в Бога? Они в той тьме сами себя потеряли. Притеснять будет отец, приходи ко мне и живи хоть век. Как сына приму, теперь пойду домой. Приморилась за утро, не розовые годочки ноги носят. Живу еще и перемены жду, чтоб вся Россия Пугачевым огнем занялась, и тогда настанет на земле вольная волюшка. Того жду, о том молюсь, потому человек от рождения не раб, а вольная птица. Ну, спаси тебя Бог, Тимоша, пойду я, приходи ко мне, ждать буду. Бабка Ефимия сходила в горницу за шалью, побыла там, синиться, через деревню перелететь и вышла из избы. Нутряным рыком проводил ее внучатый племянник Игнат Елизарыч. До чего же надоела престарелая старушонка, пропиталась ересью и греховодством. Игнат Елизарыч исповедует веру прадеда, Авакума Юскова. За фалды Федосеевского кафтана держится рябиновец, хоть и срежет бороду. В избе водворилась тишина. Прокопий Веденеевич, скомков медвежьей лапищи бороду, обдумывал тягостное положение, стоя возле стола и не глядя на шалопутного сына. Он все еще никак не мог уверовать, что объявился беглый Тимка, рубщик икон, срамное чадо. Урядник ждал, что будет дальше. С хромовых сапог его тоненьким узором легла пыль на скобленной половице. На шаг от двери прикипел Тимоха. Если отец вдруг заедет в скулу, моментом вылетишь в сене. Тогда беги, не оглядывайся. За восемь лет, какие Тимка провел в городе, в памяти жил строжайший батюшка-старобрядец. Парнишка помнил, как от одного отцовского удара старший брат Гаврила головой ударился в тесовую стену в завозне. Окаменелое молчание буравил младенческий писк. Прокопий Веденеевич сотворил молитву, бормоча, застревающие в зубах непроворотливые старославянские слова. А блудный сын спаскудил дом.